Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Образование 2021 в Рязани прошел открытый педагогический форум, на котором подвели итоги работы региона в сфере образования. Пожелания губернатора у жителей ТОС на четвертой линии встретились с главой региона и рассказали о насущном. Рязанские герои, где в Солочи можно увидеть настоящее лукоморье. Двойной удар панкратиона, турнир по смешным единоборствам прошел в Рязани. В Рязани прошел ставший традиционным открытый педагогический форум под названием «Образование 2021». На нем подвели основные итоги работы региона в сфере образования за текущий год и намечены планы на будущее. К слову, прошло обсуждение о скором появлении в Рязанской области новых школ. В детском технопарке «Кванториум» все стартовало с выставки образовательных систем. Губернатору презентовали самые продвинутые из них. Форум, где собрались педагоги школ и детских садов из районов области, Николай Любимов начал с приятного. Вы достойно и уверенно вели учебный процесс в самых непростых условиях, в условиях пандемии. И несмотря на то, что это было впервые, за нашу новейшую историю точно, вы смогли дать детям не только знания, но и обеспечить их в плане здоровья, надежную защиту. После того, как на мероприятии многие преподаватели были удостоены различных наград, глава региона отметила, что вклад в развитие детей – это инвестиция в нашу страну. Скорые малыши станут будущими политиками, врачами, строителями. Активное участие региона в национальных проектах «Демография и образование» дало возможность только в текущем году привлечь 2,5 миллиарда рублей федеральных средств. Это позволит нам уже сейчас построить три новых современных школы и отремонтировать часть действующих, в том числе в селах и малых городах. Это позволит нам также открыть уже в этом году 900 новых дополнительных мест в детских садах, создать школьные кванториумы, усилить профессиональную профориентационную работу. Одна из главных целей, которые сегодня ставит президент – по качеству образования войти в десятку лучших стран мира. Несмотря на пандемию, наши выпускники успешно справились с ЕГЭ. И этот момент показателен, говорил по видеосвязи министр просвещения России Сергей Кравцов. Главный насущный вопрос – вакцинация. Навязывать ее преподавателям никто не будет, но лучше все-таки быть защищенными. Не так много осталось до начала нового учебного года. Мы делаем все возможное, чтобы начать его традиционно, в очном формате. При этом мы понимаем, что в каждом конкретном случае решение должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Особое внимание обращаю на процесс вакцинации. Подчеркну, это процедура добровольная. Но все же отмечу, все мы, работники системы образования, должны думать не только о себе, но и о тех, с кем находимся в ежедневном контакте. С 18 августа на территории всей Рязанской области пройдут муниципальные совещания более чем для 16 тысяч педагогических работников. Они будут посвящены вопросам внедрения рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательных организациях. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мэрия предупредила рязанцев об аномальной жаре. На официальном сайте городской администрации появилась информация о том, что с 16 по 18 августа температура в регионе дойдет до отметки в 33 градуса. Синоптики же сообщают, что всю неделю в Рязани будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Администрация попросила рязанцев быть осторожными в жаркую погоду и дала несколько рекомендаций. Пить больше воды, использовать головной убор и солнцезащитные средства. Людей старшего возраста, детей, а также граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями попросили быть особенно внимательными. В Рязани есть свои сказочные места. И речь идет не о вымышленных краях или так называемых местах силы, а о реально существующей точке на карте, где расположились богатыри, дуб с ученым котом и другие сказочные персонажи. Мы называем это место домиком феи, но на самом деле это сторожевый пост того ученого кота, который вы видели. Он сюда часто залазит, это его любимое место. Он садится вот здесь на перила и смотрит вот туда, на север, не скачет ли печенье. Каждая экскурсия по Лукоморью для Сергея всегда что-то новое. Он водит группы по разным маршрутам, но каждый раз про сказочные фигуры туристы узнают что-то новое. Здесь и рязанский богатырь Лея Муромец из Мурома Рязанского княжества, как защитник территорий, так и сказочная Настенька из Альникова Цветочка, так похожая на настоящую. Вот этот настоящий мастер, он делает долго, но делает так, что его фигуры выглядят совершенно как живые. Многие люди, которые сюда попадают, они даже подходят, так трогают руками, говорят, неужели это из дерева? Да, это из дерева. Смотрите, какая красота. Это совершенно живой человек. А появилось все это по инициативе местных жителей. Сергей Филатов точно знает, что Солоча носила звание русской Венеции еще до революции. Былую красоту местным жителям захотелось вернуть. Так и появились здесь Аленушка, Иванушка, богатыри и вполне реальная часть узкоколейки, по которой ездил на учебу сам Сергей Есенин. Люди называют это место музеем. Ну, всегда надо как-то назвать какое-то новое явление, которое ты видишь. Люди назвали музеем. Мы это музеем никогда не называли, но если людям это нравится, такое название. Это не музей в том смысле, что здесь нет какой-то мумифицированной истории или какой-то постоянной экспозиции. Это место живое, мы его все время преобразовываем, меняем. Свою роль в появлении экскурсии сыграла и пандемия. Недалеко расположен госпиталь ветеранов войн, и на прогулке люди как-то раз забрели сюда, в сказочное место. Стали расспрашивать Сергея, у которого тут офис. Мужчина провел посетителям небольшую экскурсию. Потом люди стали приходить чаще. Групп появилось так много, что пришлось повесить расписание экскурсий. Каждая проходит по своему уникальному маршруту, где сказка соприкасается с реальностью. Это у нас уже персонаж несказочный. Что это за скульптура? Это медведь, символ России, символ Руси заповедной. Вырезал его солочинский мастер Александр. Это такой медвежий угол, который медведь охраняет. У нас здесь гости иногда, которые гуляют по этим местам, которые здесь раньше никогда не были, когда в сумерках натыкаются, даже иногда пугаются. Потому что, посмотрите, он как живой в натуральную величину. Но не надо его пугаться, и он добрый. Пройдя по сказочным тропам, мимо богатырей и чудовищ понимает, что былая красота русской Венеции возвращается в Рязанские леса, говорят местные жители. А что еще нужно, когда сказка у вас прямо под боком? Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Текущая крыша, благоустройство за домовой территорией и ремонт дороги – самые насущные вопросы жителей ТОСа четвертой линии. Жаловаться на территорию им, конечно, не с руки. Во дворе расцвела новая детская игровая площадка, дому номер пять обновили фасад и капитально отремонтировали крышу. Тем не менее, свои пожелания губернатору жители все-таки озвучили. ТОС «Четвертая линия» в числе самых ярких. Участвует во всех проектах городских и региональных властей. Активисты самоуправления – волонтеры нацпроекта «Жилье и городская среда». Лауреатами конкурса на лучший ТОС Рязанской области они тоже стали вовсе не случайно. Понятно, что те, кто активен и получают многое. На этом доме уже обновили фасад, капитально отремонтировали крышу. Воду она действительно не пропускает, но в жару возникает другая проблема. Течет битум. Битум течет по сей день по всему дому. Мы не можем добиться. Были в управлении со временем дома на балконах, на окнах, на маскидных сетках, на сливок. В общем, все, везде. Битум остался от предыдущей крыши. Они его не сняли. И, видимо, придавили горячим асфальтом, а теперь он вот с краем сползает на голову. По словам заместителя руководителя ТОСа Натальи Буравской, этот вопрос заботит жителей дома уже второй год. Губернатор процесс ускорил. Он распорядился найти подрядчика и устранить недочеты в ближайшее время. Слышать людей – самое важное качество для власти. Накануне появления стратегии развития страны на ближайшие пять лет – это особенно актуально. Если мы сами определяем, то не всегда, наверное, это с вашими запросами совпадает. А если это вы именно говорите о том, что нужно сделать, с вашими депутатами говорите об этом, с активистами. Наталья Сергеевна, с Галиной Николаевной, опять же, ну и с городом, с региональными властями, то мы быстрее все это вместе сделаем. Мы вас готовы поддерживать и дальше. Особенно при этом делать в таких ТОСах, как у вас лауреатские звания были, я помню. Вот когда мы объявляли конференции ТОСа. Новая спортивная игровая площадка – как раз результат активности ТОСа. Ее установили по программе поддержки местных инициатив. Стоимость – 2 миллиона рублей. Здесь уложили бесшовное резиновое покрытие, появились скамейки и урны. То, что и требовалось местным жителям. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Олимпийский чемпион Александр Поветкин приехал в Рязань для награждения победителей открытого турнира по панкратиону. Организовали соревнования в честь Дня физкультурника по инициативе администрации города. Сам же турнир оправдал все ожидания. Локтями не работаем вообще ни в корпус, ни в голову. Коленями работаем только по корпусу. Слэмы выше пояса не делаем, пятки крутить также запрещено. Руки пожали по углам. Победа Алексея Будрина из клуба арты буквально взорвала аплодисментами зрительские трибуны импровизированного амфитеатра. Все три раунда поединка, а в панкратионе есть и ударка, и борьба, получились зрелищными и динамичными, как, впрочем, и остальные бои турнира. Все бои интересные были, предсказуемые, но больше всего мне понравился первый раунд, кажется, четвертого боя, когда Рома Иванов дрался и, как сказать, второго, Италян дрался, да, двух боя. Больше всего мне понравился первый раунд в этом бою, потому что он был самым бескомпромиссным. Этот бой действительно многие зрители отметили эпитетом особенный. Настрой бойцов. Желтая карточка за тяжесть бойцу из Новомичуринска еще на взвешивание. И, как следствие, минус один перед началом поединка. Вернуть статус-кво после такой форы гость так и не сумел. Известный, пожалуй, даже легендарный боец Михаил Крабков – традиционный рефери на рязанских турнирах. Он сам не раз демонстрировал красивейшие бои. Одна из его побед на турнире, где он выходил под песню «Люцифер», наделала много шума. Это старейшая дисциплина, как говорится, за нашу эру. Сейчас просто обозвали другим именем. Это те же самые смешные единоборства, в которых собрано максимальное количество различных единоборств. Сможно все – минимум ограничений, максимум возможностей. То есть это, как сказал Александр Карельник, система проведения соревнований. Даже не то, что спорт, просто система проведения соревнований. Главный бой вечера. Весовая категория до 66 килограмм. Виталий Косицын из рязанского клуба «Арта» против Егора Замараева из Владимирского подполья. Победа нашего бойца была вполне ожидаемой, но вышла достаточно натужно. Да и сам Виталий, несмотря на Викторию, своим боем остался недоволен. Большая поддержка была очень прям за меня. Это чувство. Соперник был хороший, но я недоволен своим боем вообще полностью. Я приехал со сборов, спарринговал с ребятами на три вышивки. Я должен был выигрывать такого человека, просто приехал срочно. Не потому, что это плохой соперник, а потому, что я на уровне вышел. Я дерусь в лиге ЕФС, в которой я подписан на меня контракт. Должен в августе и сентябре быть год. Бой. Я покажу красивый, зрелищный бой. Пояс победителю вручил один из хедлайнеров турнира Роман Зинцов, известный в кругах причастных к миру единоборств, как легенда М1. Оба соперника были достойны друг друга, сказал он. На самом деле ребята захотели отличный бой. Да не только вот они. Закатили отличные бои все те, кто был сегодня в этом ринге. Просто молодцы и достойны самых больших боев в будущем. Спасибо тем, кто поддерживал все это и те, кто организовал. Для клуба спортивных единоборств арта это уже девятый турнир. Спортивное сообщество города еще помнит битву за Рязань в Ледовом дворце, а также ставшие традиционными турниры под открытым небом, в частности приуроченные ко дню физкультурника. Каждый раз на мероприятия, организованные рязанскими бойцами, собираются представители клубов из разных городов страны, из Владимира, Курска, Краснодара. Встречаем хорошо, наверное, ребят. Очень много с кем дружим. Нас связывают личные отношения. И почему бы нет, если людям давать хорошую площадку, честное судейство и хорошие танцы будут приезжать. Частым гостем на этих турнирах стал и экс-чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Публика встретила его овациями. Судя по реакции зрителей, количество собравшихся турнир действительно удался. А тем, кто пропустил это спортивное шоу, расстраиваться не стоит. У вас еще есть шанс увидеть все своими глазами. Следующий турнир по смешанным единоборствам состоится 29 августа в районе Борок. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин